Друзья мои, сегодня будет у меня такое видео, как сказать, немножко о профессиональном, немножко о личном, обо всём. Вообще, что меня спровоцировало снять это видео? Хотя я уже давным-давно хотела об этом с вами поговорить, просто меня как-то немножко спровоцировала моя подружка, девочка из Питера, она меня младше на 8 лет, когда-то она была моей ученицей, она ходила ко мне заниматься хореографией, и вот как-то мы с ней разговорились. А, она выложила, она живёт в Питере, она выложила в Инстаграм очень классное видео, где она танцует. И я, честно говоря, не поверила, что это она танцует. И я у неё спросила, говорю, слушай, это ты на видео танцешь? Она говорит, я. Я говорю, ну послушай, я тебя как бы знаю, как, как, там очень классно, правда, там, ну, очень харизматично, очень сильно. А она говорит, я уже хожу, занимаюсь как бы танцами в Питере, ну, где-то, я так поняла, что года два, наверное, года два. Вот, говорит, вот сейчас у нас вот такой результат уже пошёл. Я говорю, слушай, я говорю, как, что с вами там делает педагог, расскажи мне, что у тебя такой хороший результат. Она говорит, ты знаешь, говорит, она у нас очень строгая, строгая, говорит. Я помню, говорит, как ты вела занятия, да, и как бы я думала, ну, когда пришла на занятия в Питере, что как бы будет так же. Ну, говорит, я поняла, что, то есть совершенно, говорит, тут вообще, ну, говорит, всё очень строго, всё вот так вот. И, как бы, ну, как сказать, педагог, девушка, да, позволяет себе даже, ну, некоторые такие замечания делать, которые немножечко затрагивают, ну, как сказать, личность, да. Ну, то есть там она не оскорбляет, да, но она затрагивает какие-то личностные, скажем так, качества, да. Ну, это для чего делается, я объясню. Это, как бы, сказать, в практике всех руководителей, особенно, так сказать, какие-то ансамбли, да, это, как бы, сказать, подстёгивает танцора танцевать более, более сильно, более энергично, скажем так, такие какие-то, ну, какие-то колки, немножко замечания, скажем так, да. Ну, и, говорит, она сама по себе, вот, как бы, так всё это строго достаточно ведёт, очень так, это прям, ооо. А потом, говорит, ну, в раздевалке она общается с нами уже, как бы, не так, уже по-другому, как бы, как с друзьями. Я говорю, слушай, ну, здорово, я говорю, отличный результат, говорю, ну, знаешь, я уже давно поняла, что, как бы, я вот так не могу. Ну, то есть я не смогу, там, например, кричать, да, особенно на детей, там, о взрослых вообще речь не идёт, да, там, чтобы на детей, например, кричать, да, там, как-то с к ним, ну, ну, как-то значить, ну, повышать голос, это нормально, да, как-то, да, ну, чтобы вот немножечко, ну, как сказать, на личности переходить. Она говорит, слушай, да, слушай, говорит, с детьми, вот, как она с нами общается, да, с детьми так, конечно, общаться нельзя, говорит, я понимаю, я же, говорит, уже взрослая, да, но, говорит, я понимаю, что, как бы, если с детьми так общаться, то, как бы, это не очень есть, будет хорошо, да, Дети просто не выдержат психологически такой строгости. Но что я хочу сказать, о чём моё видео будет сегодняшнее, чтобы вы понимали. О том, что педагоги бывают разные. Бывают педагоги вот такие строгие, которые держат в ежовых рукавицах. И бывают педагоги другие, которые, скажем так, уважают права детей. Уважают их как личность. То есть они не позволяют какие-то переходы на личности, какие-то делать колки и замечания. И я как раз-таки такой педагог. Почему я такой педагог? Я сейчас расскажу. Всё не так просто. Там тоже кроется своя травма. Вообще я это уже давно заметила и поняла, что я не могу кричать на детей. Я не могу их брать в ежовые рукавицы. Вы спросите, а что ты так об этом грустно говоришь? Это же хорошо, да? Но дело всё в том, друзья мои, что если ты хочешь добиться результата, особенно в хореографии или спорт, если это, да, то, к сожалению, без вот этого унижения какого-то и вот этой вот такой строгости, без неё никак. То есть, к сожалению, какие-то глобальные результаты, они идут параллельно вместе вот с этими унижениями, я бы даже сказала оскорблениями. И я бы даже назвала, не побоялась бы этого слова, эмоциональным насилием. Да, да. Где-то года 4-5 назад я стала замечать по тем детям, которые ходили ко мне заниматься, что большая часть детей, для того, чтобы они работали в полную силу, танцевали, выполняли упражнения, что им нужно, ну, не то, что на них нужно кричать, к ним нужно проявлять строгость. То есть, их надо всё время будоражить, эмоционально подстёгивать, чтобы они работали. Ну, я думаю, что многие работодатели точно так же относятся к своим работникам, считают, что на них нужно орать, да, и чтобы они работали хорошо, да. В этом есть какая-то истина, да, я стала замечать это по детям. И дошло всё до того, что мне и дети говорили, недавно совсем была у меня девочка такая в коллективе, она сказала, я, говорит, понимаю, что для того, чтобы я танцевала в полную силу, на меня нужно орать, потому что на меня всё время орали педагоги. Понимаете? Да, я это начала замечать уже очень давно, что те дети, вот я с ними занимаюсь, да, я на них не кричу, я к ним отношусь уважительно, и я вижу, что они работают не в полную силу, а у некоторых даже и результата никакого нет, потому что им нужно, чтобы на них кричали, потому что на них кричат с детского сада, с начальной школы. Я сейчас говорю о детях-подростках, кстати, там 10, 11, 12, вот такие, да, на них, видимо, кричали ещё и в начальной школе, и в детском саду, и они просто привыкли к такому типу обучения, чтобы на них всё время кричали. И у меня, вот на моей практике, встречались единицы, единицы детей, на которых не нужно было ничего там повышать, голос, да, и они просто делали всё сами, они такие все были, ну, как сказать, послушные, ты им всё объясняешь, по-взрослому, да, вот это, и они спокойненько делают. Были такие дети, ну, таких детей, были единицы, единицы. Ну, а теперь перейдём ко мне. Дело всё в том, что я в начальной школе, в первом классе, и, наверное, во втором, столкнулась с эмоциональным насилием в школе. Я училась в 4-м лицее на улице коммунальной, я пришла в первый класс, и у нас была такая учительница, видимо, тоже мы для неё были первые, наверное, она была такая кудрявая, с химией. Вела она нас примерно около года, а потом она ушла в декрет. Но она сейчас там работает, я иногда её вижу. Я вижу, как она идёт на улице, и хочу к ней подойти и спросить, вы до сих пор работаете в школе? Если она мне ответит, да, там, я не знаю, я скажу ей, что вам нельзя работать. Я говорю, вы были моей первой учительницей, я вас до сих пор ненавижу. Дело всё в том, что я вам уже чётко не могу рассказать, что было, но я попытаюсь вспомнить на основе каких-то образов и моих переживаний. Я помню, что она меня поднимала, ну, из-за парты, да, спрашивала, вызывала, да, и спрашивала у меня какие-то правила. Это было в первом классе, да, я училась по программе 1 к 3, там, ускоренная программа. Дело всё в том, что все эти правила, там, по русскому языку, я всех очень сильно зубрила дома. Я помню, что я учила там то ли с бабушкой, то ли с родителями, я не помню. Но когда она меня поднимала, я вставала около парты, я не могла промолвить ни слова. Я стояла и молчала, и я не могла ничего вспомнить. А может быть, я и не хотела ей ничего говорить, потому что она мне говорила что-то такое, она что-то так трогала внутри меня, переходила на какие-то личности, я не могу сказать, что она говорила, потому что я не помню. Но я просто стояла и молчала, я не могла ничего сказать, потому что у меня было что-то вроде, знаете, как паралич, детский паралич. Это иногда встречается, да, когда вот маньяки какие-нибудь подходят к детям, да, что-нибудь там их ведут, да, а те идут покорно и даже не кричат. Потому что они не могут сопротивляться, потому что такое эмоциональное насилие. И это у меня застыло в памяти. Я это помню до сих пор, что я вот стою около парты, зима за окном, такой свет неяркий в классе, основной свет выключен, и включены какие-то такие длинные лампы, которые вот то ли у доски светят, но вообще какой-то свет такой экономный режим. И вот она меня вызывает, спрашивает, да, а я не могу ничего ответить, я молчу. И я потом-то дома тоже особо не рассказываю ничего, потому что моя психика это подавляет, забывает, потому что это негативный опыт, негативные воспоминания, да, и я этого уже ничего не помню, понимаете, да. А один раз она меня не выпустила в туалет, а я очень хотела, и я специально накакала себе в трусы. Я знаю, я сделала это специально, да. Я накакала, потом меня пришли встречать родители, бабушка или кто-то, я не знаю. Я сказала, что меня не выпустили в туалет, а я накакала. Я это помню. Но я сделала это специально, это был такой зов, видимо, помощи к родителям, чтобы они обратили внимание. Вот, в общем, эта учительница вскоре ушла, видимо, в декрет. Какая-то пришла новая, но она не особо была нормальной. Она тоже до сих пор работает в четвертом лицее, у нее такой голос и внешность, как у утки. Короткая стрижка такая, светлые волосы, и такая, о, как утка такая, такой нос, такой, как у утки, такой тоненький, такая, она еще так говорит, ке-ке-ке-ке-ке. До сих пор работают в школе, до сих пор, наверное, калечат психику детям, потому что с возрастом, как правило, это все ухудшается. И, видимо, это настолько отложилось в моей голове, что я прекрасно понимаю, что на детей кричать нельзя. К черту результат, к черту результат. Какая разница, что они там и как. Главное, чтобы у них не было этой глубокой психологической травмы. Вы сейчас спросите, ну и что, у тебя эта травма с детства есть, и что, и что, как она сказывается на твоей жизни. Я вам сейчас объясню. Я вам сейчас объясню. Это уже давно проанализировано, понято, но я не могу, к сожалению, это сейчас никак от этого избавиться, не могу проработать. Я сейчас объясню. Дело все в том, что я очень долго не могла понять, вот когда я начала личностный рост, да, я очень долго не могла понять, откуда у меня такое свойство психики, реакция. Вот когда что-то происходит в моей жизни неприятное, какой-то негативный результат, какое-то что-то идет не по плану, ну что-то такое произошло, что имеет негативную окраску, негативные последствия для меня. я сразу, как будто бы, впадаю в какое-то отчаяние и бессилие. Я как маленький ребенок, который считает, что это конец всей жизни, катастрофа, и что, в принципе, я ни на что не могу повлиять, как будто бы вот я в этой ситуации негативно-неприятной застреваю, и все, я не могу никак как решить ее. То есть какое-то такое бессилие, детское отчаяние, беспомощность, беспомощность. И я могу находиться в этом состоянии день, два, три, неделю, в состоянии полной беспомощности, как такого паралича. И только недавно я поняла, что это все из детства, что вот эта вот ситуация из школы, из первого класса, настолько она устаканилась, вот эта форма реакции. Форма реакции, когда ты получаешь негативный какой-то опыт, от общения с другими людьми, когда что-то происходит, да, из внешнего мира к тебе приходит, что вот этот способ реакции, он у меня сохранился на всю жизнь. Сейчас стало немножко легче, потому что я это все осознала, я поняла, откуда это все идет. Я могу теперь это очень резко обрывать. То есть как только что-то происходит, я сразу, у меня такое опять начинает вот это вот как отчаяние, беспомощность, я сразу все говорю так, так, не впадай в этого ребенка, который стоит около парты, которого спросили и которого унижают. Унижают, и какое-то эмоциональное насилие идет. Не надо, не впадай, ты взрослая девочка, ты все можешь решить сама. Ты с любой ситуацией, которая в жизни у тебя случилась, ты можешь справиться. Это не конец света, понимаете, да? И осознавая, понимая все это, я понимаю и делаю для себя, принимаю такое решение для себя, что несмотря ни на какой результат, какой бы я не хотела достичь со своими учениками, я никогда не буду на них кричать. Никогда. Потому что я не хочу, чтобы потом, спустя 10 лет, 20, они вот, не знаю, видели меня на улице, хотели подойти мне и сказать, что ты тварь, ты сука, ты просто сволочь, ты мне попортила психику, понимаете, да? Я не хочу этого. Дело все в том, что это были не единичные еще случаи. Мой муж очень любит надо мной прикалываться, говорит, что я многих вещей, которые проходят в школе, не знаю. По биологии, по географии, по физике, по химии. Вы знаете, видимо, что вот этот опыт, который был получен в первом классе, во втором, потому что потом я перешла к другим учителям. Вот эти учителя, они, кстати, спровоцировали, чтобы меня перевели в другой класс. Они говорили моим родителям, что я какая-то отстающая, еще что-то. И когда я перешла в другой класс, к другому учителю, которого звали Елена Георгиевна, она была очень спокойной женщиной, у меня стали появляться первые успехи в учебе, я потом стала одной из лучших учениц в классе. Но дело все в том, что, видимо, вот этот вот опыт, он, как бы, так сказать, опыт обучения, да, навык обучения, да, он сохранился, да? И когда я сталкивалась с педагогами, которые хотя бы чуть-чуть вот напоминали мне вот этот вот ту тона эмоционального насилия, с которым я столкнулась в первом классе, обучение предмету становилось просто какой-то зубрёжкой. То есть я зубрила просто, ну, потому что я не могла это, так сказать, вот, например, предмет истории, общества знания, я очень любила, потому что у нас был, опять-таки, спокойный педагог. Но она тоже иногда там что-то допускала себе, но мне она нравилась, всё было комфортно, вот. Я очень любила этот предмет, он у меня шёл легко, алгебра, а вот, например, биология, биология мне не очень нравилась, нравился предмет. Почему? Потому что, когда ты приходил на урок к учителю, я постоянно ощущала от неё какую-то негативную энергетику, какую-то нервную энергетику. Она всё время тоже позволяла себе, ну, к другим, не ко мне. Какие-то такие вот, не знаю, высказывания, которые задевают за живое. И, в принципе, я вот, ну, как бы, когда готовилась к урокам, я понимала, что я тупо зубрю. Я не стараюсь вникнуть в предмет, а спонять его. Да, просто зубрю. И, понятное дело, что с течением времени, да, там, спустя 10 лет, 20 лет, психика, вот, весь этот материал, все эти знания, которые были получены вот в состоянии стресса, она это поместила, скажем так, в такие глубины подсознания, из которых это, наверное, можно вынуть, уже только будет под гипноз. Понимаете, да? Вот, например, у нас в институте, в ПЮИ, в Любятово, был такой педагог, на первом курсе, Гринько. Он преподавал правоохранительные органы. Каждый его семинар, каждая его, даже лекция, когда он под диктовку нам всё это надиктовывал, это был просто ад. Это просто ад. Когда я оттуда выходила, и все остальные, мы все жаловали, что у нас болела голова. Этот мужчина был бывший следователь, и, видимо, они привыкают общаться с людьми вот как-то вот так. Ты просто выходишь с лекции, а семинар – это вообще жесть, и у тебя раскалывается голова. Ты просто чувствуешь, что как будто тебя, вот твой мозг изнасиловали только что, над ним глумились. Я даже это объяснить не могу. Это вот общий фон на занятия, вот это настроение его, всё это передавалось нам, и мы просто все сидели и ощущали, что себя как будто, знаете, как будто заключёнными в тюрьме. Это ужасно. И когда у нас настало время зачёта, я всё учила, я всё знала, и он меня там почти каждое занятие спрашивал, и вообще я была на хорошем счету, у меня все пятёрки были. Но когда наступило время зачёта, я взяла листок, начала писать и поняла, что я ничего не могу вспомнить. Просто всё, всё, что я учила, я ничего не помню. И в тот момент я просто поняла, что все эти знания, они, как бы сказать, они получались на фоне стресса постоянного, и мозг мой так работать не хочет. Мой мозг готов обучаться только в спокойной атмосфере. Вот. Поэтому я считаю, что я должна только так, только так учить детей. Детей, взрослых, только в такой вот благоприятной атмосфере. Но ещё раз повторю, к сожалению, многим детям такой формат обучения не подходит. Не подходит. Им нужно, чтобы у них был результат, нужно, чтобы на них орали. Несчадно орали. И вот я сегодня, для чего это рассказываю? А для того, чтобы родители задумались, педагоги задумались. Да и каждый, кто посмотрит моё видео, просто задумался. Возможно, эта проблема уже как-то поднималась, и, ну, как бы, да, в научных кругах, там, вот, всех психологов, всех остальных, да. И это может быть как-то имеет, ну, какие-то более такие названия, формальные, правильные, научные, да, всё, что я им сегодня рассказала, да. Я рассказываю это с точки зрения обывателя, наблюдателя, да, педагога, вот, вот, такие наблюдения, такие наблюдения, такой у меня опыт. Что с этим делать? Ну, да, ну, как бы, да, если вы понимаете, что у вас вот так вот ребёнок, да, он, я не знаю, что с этим делать, правда, но я считаю, что всё равно надо стараться, чтобы ребёнок учился, учился образовываться в нормальной психологической обстановке, без стресса, без стресса, чтобы всё было спокойно, потому что только так должно проходить обучение, спокойно, то есть должно быть воздействие не с помощью крика, страха, запугивания, да, там, шантажа, какого-то эмоционального насилия, да, а ребёнок, в первую очередь, должен понять, нравится ему или нет, да, если ему, ну, как сказать, его надо заинтересовать, да, но понятное дело, что всё равно большая часть, она будет, ну, опять-таки, видите, изначально, изначально всё кувырком у нас идёт, вот это вот, из детских садов, да, именно поэтому я своего ребёнка не вожу в бюджетный детский сад, я вожу её в частный, да, что будет в школе, я не знаю, честно, я не знаю, что будет в школе, ну, как бы я уже, мне уже страшно, мне уже страшно немножко, потому что я не хочу, чтобы, как бы сказать, она столкнулась с тем же, с чем столкнулась в своё время я, вот. Субтитры создавал DimaTorzok,